Приветствую вас! Хочу вам рассказать про то, как сработала промышленность Украины и России за 8 месяцев. Ну, во-первых, всегда полезно сравнить, а во-вторых, когда я вам показывал результаты работы экономики Украины за 8 месяцев, очень много было вопросов, типа, а как Россия? Ну, давайте покажем. Тем более, что, благо, гостат и гостат все посчитал. Итак, да, действительно, за 8 месяцев 2017 года промышленность Украины упала на 4%, а в России выросла на 1,9%. По сегментам, ну, вы знаете, делятся добывающие, обрабатывающие и производство электроэнергии. Итак, добывающие, падение колоссальное, 6,5%, в России рост 3,3%, а вот обрабатывающие у нас рост 3,8%, в России только 0,9%. Почему упала, я потом расскажу. Производство энергии в Украине довольно сильно упало на 5,9%, в России выросло на 1,9%. Вообще, производство энергии очень четкий показатель. Это действительно показывает, что, к сожалению, в Украине действительно промышленность, как так выразится, остывает. Потому что падение энергии, это говорит, что даже теневая экономика начала меньше использовать. Перед тем, как более детально рассказать, как же что поменялось, я вам хочу показать структурку. Правда, только за 7 месяцев, ну, прошу прощения, считает медленно, ну, радикально. Просто, чтобы еще раз напомнить, смотрите. Парализованные продукции. Понятное дело, что добывающая промышленность в России более развита, чем в Украине, ну, там 25%, ну, в Украине, как видите, 15%. Естественно, что нефть, газ, это больше к России, естественно. А вот железная руда, ну, в общем-то, больше у нас. То есть, просто, ну, чтобы правильно, ну, это, в общем-то, информация вам давно известна. Но сейчас, насчет угля, видите, здесь практически тоже самое себе. Теперь, продукты питания. Да. В Украине эта отрасль больше развита. Поэтому обрабатывающая, перерабатывающая, действительно, имеется к какому? Более значимой, не то, что развита, а более значимой для промышленности. Это, действительно, в Украине пищевая промышленность. В России пищевая промышленность существует, занимает. Ну, понятно, для общей промышленности она, ну, скажем так, носит немножко вспомогательный характер. Хотя, обращаю ваше внимание, вот, перерабатывающая промышленность, фактически, в Украине, в России, если в структуре, почти та же самая. Ну, разница только в добыче, естественно. Легкая, и у нас, в России, не имеет значения большого. Это логично, в принципе, и спорить не будем. Хотел вам показать фармацевтику. Вот так, да. Практически, да, тоже самый сегмент. То есть, у нас тоже в Украине довольно, ну, как. Понятно, мы не мировые лидеры, но фармацевтика, и у нас 50% лекарств, это украинское производство. Кокс, ну, понятное дело, что это кокс и нефтепродукты. То есть, бензин там же. Естественно, что в Украине кокс производят, никто не спорит, и даже не мазут производят. Но доля, в общем, в структуре промышленности Украины, кокс и нефтепроработка небольшая. В России большая. Это логично. Это, в общем-то, понятно. Больше добычи нефти, больше проработок. И теперь любимые машиностроения. Все внимательно смотрят. Молодцы. Да, и в Украине, и в России есть машиностроение. А, ну, прошу прощения, металлургия. Ну, вы просто видите, что здесь даже показатели где-то так. Ну, понятно, что в России металлургия развита, она существует, но она, в общем-то, уступает нефтехимии. Это логично. А в Украине, так как нефтехимии меньше, да, металлургия более значима. Ну, теперь все-таки машиностроение. Самое-самое. Да, никто не спорит, и однозначно в промышленности России машиностроение занимает 11%. Ни 100, ни 50. 11%. В Украине занимает 6,5%. Тоже, ни 100, ни 50. Оно есть. Оно было. Но, еще раз повторяю, что если в Украине действительно пищевая промышленность, ну, вот видите, что не та. В России это добыча полезных ископаемых нефтегазов и, еще раз повторяю, нефтехимия, то машиностроение есть. Занимает такое, хотя, опять же, начинаем смотреть по отдельным сегментам, ну, здесь, видите, немножко небольшая разница. Производство электрооборудования, ну, почти так, как в России и в Украине, вдоль этой структуры. Производство машины, ну, у других тоже там разница небольшая. А вот, да, транспортных средств, не спорим, здесь 6% российских, в Украине 2,5%. Мебель, ну, что, отстаем, отстаем. То есть, еще раз повторяю, машиностроение в Украине, в России есть. И оно работает, оно даже имеет, например, успех, я вам сейчас их покажу. Но, это как бы, ну, вот если взять, еще раз повторяю, в Украине пищевая промышленность, аграрный сектор. Потом идет уже действительно металлургия и машиностроение. В России добыча полезных ископаемых, не спорим, нефтехимия, металлургия и, правильно, идет уже машиностроение. А теперь пару, просто, понимаете, табличка эта громадная, просто низкая, это в натуральных показателях. Почему упала промышленность Украины? Добыча полезных ископаемых, угля, блокадное ордло. Да, ну, видите, 14%. Вот, говорит, а какая потеря от блокады? Вот, потеря от блокады. Чисто, чисто, это да. Добыча нефти упала, ну, это не блокады, это уже у нас. Ну, честно, ну, нефть это не наша, не наша. Хотя, видите, даже в России рост небольшой. Добыча газа в Украине тоже выросла на 4,20%. Понятно, что в России больше. Это понятное дело. Ну, с пищевой промышленность, с пищевых там очень много, я выбрал только мясо птицы. Ну, сопоставимые, тем более мясо птицы и в Украине, и в России потребляют. Да, в Украине сейчас довольно хорошо растет производство мяса птиц. И в России растет. Замечательно, никто не спорит. Но в Украине сильнее, потому что больше, так сказать, ставка на экспорт делается. Подсолнечное масло. Колоссальный рост. Вот я специально вам показал подсолнечное масло. Действительно, вот если мы говорим, рост пищевой промышленности Украины. Подсолнечное масло. Это дра. На экспорт много идет так дальше. В России тоже растет. В России тоже наращивает производство подсолнечного масла. То есть нельзя сказать, что она там этим не занимается. Занимается. Если однозначно. Чугун. Опять же, вот падение производства чугуна. Но если в России, я так понимаю, просто спрос упал, скорее всего. Не так надо много металла. В Украине это опять же блокада Ордо. Вот это да. Тут очень четко показано. Натуральные показатели очень четко показывают эффект блокады. Потому что понимаете, денежные войны мало что покажут. Вы сами знаете, цены меняются. Прокад черных металлов. Вот тоже. Хотя у тебя в России чуть-чуть выросло. Вообще в этом году металлургия, скажем так, сдают позиции. Умеется на мировом рынке. Не надо столько металла. Не надо. По этой причине что-то получается, что-то нечего. Производство тракторов. Но, как видите, в Украине и в России растет. Да. Это все в натуральных показателях. Действительно, в Украине и в России производство тракторов растет. Автобусов в Украине зашкаливает. Вы скажете, база сравнения. Да, база сравнения. Но, действительно, в 2017 году количество заказов на производство автобусов в Украине выросло. Почему? Ну, во-первых, в муниципалитетах деньги увеличились. И, действительно, я говорю, вот это в основном автобусы для Украины. Вы понимаете. Но количество заказов выросло. Ну, в России, я так понимаю, просто нет такого, ну, как бы, роста. То есть, нет такого большого количества заказов. Там уже, как бы, это более ритмично. Розовые колоссально. Колоссально. Ну, здесь сразу объясню. Здесь, действительно, частично военный заказ. Не спорю. В Министерстве обороны я довольно много грузовиков заказал. Так что здесь есть. Плюс, частично, ну, действительно, спрос на автомобилис. Хотя, опять сказать, база сравнения. Есть. Вагоны. Очень большой рост. Смотрите, почему, прежде всего, рост производства вагонов. Действительно, Украине сейчас не хватает вагонов для перевозки зерна. И сейчас зернотрейдеры заказывают и оплачивают вагоны. Плюс, конечно, сама Украина Зелезница заказала. Это есть факт. Но, обращая внимание, в России тоже производство вагонов шикарно растет. Шикарно. Электроэнергия, ну, то, что я вам говорила, это только электроэнергия. Падение. Вообще, я говорю, производство электроэнергии – очень четкий показатель. Но, если там еще другие показатели как-то можно нахимичить, то электроэнергию не обманешь. В России выросло. Вот такие вот показатели. Вот такая наша промышленность. То есть, как видите, две экономики развиваются. Здесь успехи есть, какие-то неудачи. Но, но, к сожалению, нету рывка в экономике Украины. Это факт. Потому что падение, в общем-то, всегда обидно. И оно действительно имеет место. Прежде всего, из-за глупости блокады Оргло. А во-вторых, действительно, сейчас спрос на металл в мире не такой хороший, как нам хочется. По этой причине делаем подсолнечное масло. Продаем в Индию, пускай я кушаю дальше.